Продолжение следует... Предлагаю изучить этот манифест за три занятия. Давайте. Мы не будем за два занятия его проводить. Торговаться не будем. Меньше не получится, потому что серьезно начать документы. А там манифест какой будет? Манифест коммунистической партии. Там же редакции разные есть. Редакция одна. Редакция Маркса и Энгельса. Поэтому редакции много быть не может. Есть несколько предисловий. Около десятка, которые были написаны к этому документы. Но документ, которому исполнилось уже 173 года. Имейте в виду, когда будем его изучать. Но он до сих пор для нас актуален. Для тех, кто понимает и выражает коренные интересы рабочего класса. И борется за них. Этот документ до сих пор актуален. И более того, я могу даже привести слова Владимира Ильича Ленина. Которые им были сказаны об этом документе. И он говорит, что в этом документе с гениальной ясностью и яркостью обрисовано новое миросозерцание, последовательный материализм, охватывающий и область социальной жизни, а также диалектика, как наиболее всестороннее и глубокое учение о развитии, теория классовой борьбы и всемирно-исторической революционной роли пролетариата, творца нового коммунистического общества. Вот так оценил этот манифест Владимир Ильич Ленин. Теперь непосредственно к документу, к этому манифесту. Манифест он был, я уже сказал, 173 года назад, в 1847 году. И состоит он из четырех разделов. Вот мы сегодня первый раздел, часть его пытаемся рассмотреть. Но чтобы непосредственно перейти к первому разделу, Марк Сенгельс дает к нему небольшое вступление. Вот несколько слов из этого вступления к манифесту. Начинается он с такой фразы. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака. И далее он говорит, два вывода вытекают из этого факта. Коммунизм признается уже силой всеми европейскими силами. Пора уже коммунистам перед всем миром открыто изложить свои взгляды, свои цели, свои стремления и сказкам о призраке коммунизма противопоставить манифест самой партии. С этой целью в Лондоне собрались коммунисты самых различных национальностей и составили следующий манифест. Вот такими словами, я немножко сократил, часть небольшую опустил. Он предвосхищает изложение Маркс и Энгельс. Они вернее предвосхищают изложение этого документа, который был ими выработан в конце 1847 года и в феврале 1848 года был уже обнародован. Итак, как я уже сказал, документ состоит из четырех разделов. Первый раздел был назван «Буржуа и пролетарии». И тут же к этому заголовку прилагается пояснение, прежде всего излагать этот раздел пояснения, что подразумевается под этими терминами «буржуа» и под термином «пролетарии». Под буржуазией, говорят Маркс и Энгельс, понимается класс современных капиталистов, собственников средств общественного производства, применяющих наемный труд. То есть буржуа – это собственники средств производства, которые применяют наемный труд. Под пролетариатом понимается класс современных наемных рабочих, которые, будучи лишены своих собственных средств производства, вынуждены для того, чтобы жить, продавать свою рабочую силу. Вот кто такие буржуа, по мнению Маркса и Энгельса, и кто такие пролетарии. Тот пролетарий – тот, кто продает свою рабочую силу, чтобы жить, поскольку он не имеет другой возможности. И начинается этот первый раздел «Буржуа и пролетарии» следующим образом. История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. То есть все, что человечество существовало до того момента, когда был написан манифест, вся эта история – это история борьбы классов. Предшествующие исторические эпохи продолжаются в манифесте. Мы находим почти повсюду полное расчленение общества на различные сословия, целую лестницу различных общественных положений. «Вышедшее из недр погибшего феодального общества, то есть буржуазному капиталистическому обществу предшествовало феодальное общество, так вот, вышедшее из недр этого феодального общества, современное буржуазное общество, по мнению манифеста, не уничтожило классовых противоречий. Оно только поставило новые классы, новые условия угнетения и новые формы борьбы на место старых». То есть эксплуатация не отменилась с наступлением буржуазного общества, а условия угнетения и формы борьбы изменились. И далее, наша эпоха, эпоха буржуазии, а в принципе-то мы и сейчас продолжаем жить в эту эпоху, отличается, однако, тем, что она упростила классовое противоречие. Общество все более и более раскалывается на два большие враждебные лагеря, на два большие стоящие друг против друга класса – буржуазию и пролетариат. То есть в буржуазном обществе, согласно манифесту, два основных класса существует – это буржуазия и пролетариат. И далее в манифесте немного, ну, примерно страничка посвящена тому, как эспеодальное общество преобразовалось в буржуазное. Я не хочу на этом останавливаться за неимением времени. Я думаю, что все вы прочитаете с удовольствием вот после этого занятия, сами прочитаете подробно этот документ. Очень важный документ, очень нужный для нас. И после рассмотрения истории возникновения делается такой вывод. Мы видим таким образом, что современная буржуазия сама является продуктом длительного процесса развития, ряда переворотов в способе производства и обмена. Буржуазия сыграла в истории чрезвычайно революционную роль. Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его естественным повелителям. И не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного чистогана. То есть, соотношения между классами в буржуазном обществе значительно упростились и стали более прозрачными. И далее говорит манифест. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных, пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, которая существовала до буржуазного общества, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой черствой. Вот такой вывод делает манифест по поводу эксплуатации в буржуазном обществе. Далее. Буржуазия сорвала с семейных отношений их трогательно-сентиментальный покров и свела их в чисто денежным отношениям. Он приводит тоже тут некоторые примеры и как бы... приводятся примеры здесь в манифест, но не будем на них останавливаться. Тоже сами прочитайте. Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно переворотов в орудиях производства, не революционизируя, следовательно, производственных отношений, а стало быть и всей совокупности общественных отношений. То есть в процессе существования буржуазии и развития постоянно совершенствуются и средства производства, и производственные силы, и производственные отношения. Вот в чем важность вот этой мысли, которая здесь приводится в манифесте. Поэтому потребность в постоянно усиливающемся сбытии продуктов гонит буржуазию по всему земному шару. Мы это и сейчас наблюдаем. Всюду должна она внедриться, всюду обосноваться, всюду установить связи. Буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка сделала производство и потребление всех стран космополитическим. К великому огорчению реакционеров она вырвала из-под ног промышленности национальную почву. Исконные национальные отрасли промышленности уничтожены и продолжают уничтожаться с каждым днем. Их вытесняют новые отрасли промышленности, введение которых становится вопросом жизни для всех цивилизованных наций. Отрасли, перерабатывающие уже не местное сырье, а сырье привозимое из самых отдаленных областей земного шара и вырабатывающие фабричные продукты, потребляемые не только внутри данной страны, но и во всех частях света. Видите, как манифест определил, что уже тогда, еще 173 года назад, буржуазия и капитализм становятся все более интернациональным и все более пользуешься и эксплуатируешь не только национальную рабочую силу, но и рабочую силу других стран, как здесь сказано, отдаленных областей земного шара. Далее, манифест говорит, буржуазия быстрым усовершенствованием всех орудий производства и бесконечным облегчением средств сообщения вовлекает в цивилизацию все, даже самые варварские нации. Дешевая цена ее товаров, вот та тяжелая артиллерия, с помощью которой она разрушает все китайские стены и принуждает к капитуляции самую упорную ненависть варваров к иностранцам. Под страхом гибели заставляет она все нации принять буржуазный способ производства, заставляет их вводить в себя так называемую цивилизацию, то есть становиться буржуар. Это вот все дословно записано в манифесте. Словом, она создает себе мир по своему образу и по любви. То есть буржуазия по мере своего развития продолжает завоевывать мир и подчинять его своим интересам. Это до сих пор, конечно, положение действует. Мы должны на него ориентироваться. Далее. Буржуазия все более и более уничтожает раздрогленность средств производства. Раздрогленность собственности и населения. Она сгустила население, централизовала средства производства, концентрировала собственность в руках немногих. Ну, эта концентрация заметная еще 173 года назад. Она сейчас, конечно, значительно еще более возросла. Мы тоже это с вами наблюдаем. И констатирует также манифест, что буржуазия менее чем за 100 лет своего классового господства, то есть к тому моменту еще 100 лет даже не исполнилось буржуазному обществу, так вот, менее чем за 100 лет своего господства создала более многочисленные и более грандиозные производственные силы, чем все предшествовавшие поколения вместе взятые. То есть развитие в период буржуазии средств производства значительно ускорилось, настолько, что меньше чем за 100 лет развитие стало более грандиозным, чем предшествовавшее буржуазному обществу историю человечества. Современное буржуазное общество с его буржуазными отношениями производства и обмена, буржуазными отношениями собственности, создавшее как бы по волшебству столь могущественное средство производства и обмена, походит на волшебника, который не в состоянии более справиться с подземными силами, вызванными его загляданиями. Вот в этой части манифеста как бы сравнивается, видите, буржуазия с волшебником, который натворил то, с чем он уже сам не может справиться. И далее идет доказательство этого. Для доказательства достаточно указать на торговые кризисы, которые, возвращаясь периодически, все более и более грозно ставят под вопрос существования всего буржуазного общества. То есть уже тогда возникли кризисы буржуазного общества. Во время торговых кризисов каждый раз уничтожается значительная часть не только изготовленных продуктов, но даже созданных уже производительных сил. Во время кризисов разражается общественная эпидемия, которая всем предшествующим эпохам показалась бы нелепостью. Эпидемия перепроизводства. То есть период буржуазных кризисов возникает перепроизводство. Это мы с вами тоже уже знаем из истории. И в каждом кризисе такое понятие заметно. Из капитала. Почему из капитала? Из жизни мы это замечаем. Почему из капитала? Далее. Общество оказывается, в период кризиса, вдруг отброшенным назад к состоянию внезапно наступившего варварства. Как будто голод. Всеобщая пустошительная война лишили его всех жизненных средств. Кажется, что промышленность, торговля уничтожены. И почему, спрашивает манифест. Потому, что общество обладает слишком большой цивилизацией. Имеет слишком много жизненных средств, располагаясь слишком большой промышленностью и торговлей. Производительные силы, находящиеся в его распоряжении, не служат более развитию буржуазных отношений собственности. Напротив, они стали непомерно велики для этих отношений. Буржуазные отношения задерживают их развитие. И когда производительные силы начинают преодолевать эти преграды, они приводят в расстройство все буржуазное общество, ставят под угрозу существование буржуазной собственности. Буржуазные отношения стали слишком узкими, чтобы вместить созданное ими богатство. То есть, понятна эта мысль. Почему возникают кризисы? Потому, что средства производства развились настолько, что они могут произвести столько много, что буржуазия не справляется. Она же не может просто так раздать неимущим, скажем так, то, что произвела. А ей обязательно нужно получить прибыль с произведенного. И вот тут-то и наступают кризисы. Вот эта мысль, вот эта мысль, это очень важная мысль, конечно, здесь вот в манифесте. И ставит не только, значит, приводит не только, как сказано в манифесте, общество в расстройство, но и под угрозу ставит существование самой буржуазии и ее собственности. Вот в этом очень важное открытие и очень важная мысль манифеста. Далее, каким путем преодолевает буржуазия кризисы? Потому, что кризисы регулярно приходят, но все-таки преодолевается каким-то образом. С одной стороны, путем вынужденного уничтожения целой массы производительных сил и товаров. Тут не говорится об этом манифесте, но товары тоже уничтожаются. А с другой стороны, путем завоевания новых рынков и более основательной эксплуатации старых. То есть, вынужденного уничтожения массы производительных сил и путем завоевания новых рынков и усиления эксплуатации. Выходит буржуазия из кризиса. А усиление эксплуатации сказывается на ком? На наемниках, на рабочих, на пролетариате. И что из этого следует? Это следует, что буржуазия подготавляет все более всесторонние и более сокрушительные кризисы и уменьшает средства противодействия им. То есть, кризисы все время усиливаются, нарастают. Мы это замечаем из истории. И оружие, которым буржуазия не спровергла феодализм, в сказанном манифесте, направляется теперь против самой буржуазии. И завершая анализ понятия буржуазия, в манифесте указана такая мысль, что буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть, она породила и людей, которые направят против нее это оружие. Дальше от анализа буржуазии, манифест переходит к анализу пролетариев. В том обществе, в котором, или в тот момент, в буржуазном обществе, в котором находился пролетариат. Но поскольку это займет довольно значительное время, я думаю, что мы на этом остановимся. Анализ пролетариата мы продолжим на следующем занятии. А сейчас на изложенном материале, я думаю, что мы подискутируем. Поскольку тут уже возникали желания высказаться по этому поводу, по поводу того, что сказано о буржуазии и о буржуа в манифесте. Я скорее не очень понимаю. Данное произведение, оно в принципе было написано большое количество времени. И там речь как раз таки, где было оно написано? В Лондоне, он сказал. Да, да, в Лондоне. И соответственно, там речь идет скорее о восстановлении самой борьбы и тому подобное. То есть, базовые вещи все разъясняются. Да, да, да. И я просто к тому, что сейчас с обстановкой, именно визуально, она совершенно другая. Ну вот совершенно, то есть, опять же, возвращаясь к той же психологии, то, что в девятнадцатом, в начале двадцатого века, ну и в середине даже, большая часть стран, они решали, ну, пролетали в ней, решали одну проблему. С голоду они сдохнут. Вот. А сейчас же, ну, с голоду можно сдохнуть, но это при желании. Это первое. Ну и второе, в странах первого, ну и второго мира, а мы страна все-таки второго мира. Скажем так, ну, и еда все-таки есть, и ты с голоду не умрешь. Ты будешь очень много работать, у тебя поедет крыша, кухонь и все остальное, но жить ты будешь. Вот. Из этого у меня вытекает вопрос. А стоит ли все-таки настолько мощный параллель проводить, ведь все-таки, опять же, даже визуально в то время было конкретно и четко видно, то, что вот сверхбогатые, прям сверхсуперсупербогатые и дико нищие. А вы, ну, сейчас этого нет, что ли? Ну, сейчас есть все-таки прослойка, да, она снижается. Прослойка, ладно. Но есть. А пролетариат? Что пролетариат? Которому месяцами не платят зарплату, а у него есть такая часть пролетариата, да. Ну, а жить-то ему не на что, у него больше нет других способов заработать. Поэтому зря ты говоришь, что нет возможности умереть от голода. Да очень даже есть такая возможность. Давайте, 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 мы же марксисты, мы же все-таки по науке. Давайте, давайте. Если так, то скажите мне, пожалуйста, вы статистику по смертям от голода видели? А при чем тут статистика по смертям? Ну, если мы... Я думаю, в Лондоне 150 лет англичане назад не сильно убирали от голода. Вот в Индии, в которой они доили, там, да, в Лондоне навряд ли сильно от голода убирали. А про Европу? Ну, почему про Европу? Про весь мир, весь мир. Дело даже не в том, что умирая от голода только будут бороться, вот. А будут бороться из-за того, что несправедливое распределение, оно тоже, вот это самое, произведенного продукта. И даже той же зарплаты, если человеку несколько месяцев подряд не платит, конечно, он будет сопротивляться. А для того, чтобы сопротивляться грамотно, а не вызвать репрессий по конкретно каким-то человеку или какой-то группе, нужно это делать грамотно, организованно и научно. Так вот этот документ, вот этот документ, который называется манифест коммунистической партии, он и подсказывает пролетариату, как это сделать грамотно. Да, чтобы не подставить свою голову под гелиотизму, скажем. А чтобы организованно сделать, и добиться того, чтобы это общество стало не эксплуататорским, чтобы над ним не издевались над пролетариатом, а чтобы он, тот, кто производит что-то, он и жил достойно, потому что он производит, а не тот, кто присваивает себе им произведенное. А как это сделать? Вот этот документ и определяет. Ну, конечно, не только этот, но это был самый первый научный документ, который позволил рабочему классу определиться, что же ему, как добиться этого с наименьшими потерями. Можно я, Владимир, что-то отвечаю, попробую ответить на этот вопрос? Похоже, догадался, в чем проблема. Вы выпустили кусочек про феодализм, сказали, что у нас времени мало. Да, историческую часть. Вот феодалов завалили буржуа. Ни рабы, ни крестьяне, а буржуазеек завалило, да, буржуазная революция. Буржуазия, она с голода-то не умирала, когда к власти приходило, да, какой-нибудь там промышленник, который завалил... По-моему, кустари были, там, и мелкие революции... Нет, не мелкие, крупный бизнес завалил феодальные... Причиня производства феодализма в Европе, это были феодалы. Нет, не только. Ну, феодалы завалили... Но здесь еще не голодают. Здесь не голодают. Нет, нет, здесь вопрос не в том, что было во время феодализма. Нет, погоди, ты сказала, что рабочие не голодают, поэтому революции не будут. Так буржуазия тоже не голодала, но революция будет. Я не выдержал такой тезис, просто тут спикер, он проводил очень часто параллели с нашим миром, вот. Но просто проблема в том, что... Вот сейчас проблема в том, что... Подожди, у тебя претензии к спикеру или к манифесту? Нет, у меня претензии к тому, что проводить практически стопроцентную параллель, собственно... А к манифесту претензии к спикеру? Нет. Между тем, что было 173 год назад и сейчас, это меньше. Каким образом, там не самые хорошие примеры подобрали. Это же ничего не говорит о качестве самого написанного Эрмиса Марса, но их посоединенные примеры. Окей, расскажу так вот. Манифест — это произведение своей эпохи. Оно... Нам уже не годится эпохе. Оно нам уже не годится, да? Нет. В то время, все-таки, визуальная, визуальная ретензиация была абсолютно другая. Ну, давайте... Визуальная ретензиация не меньше... Буржуазия нынешняя. Буржуазия нынешняя. Я буржуазия, который рассматривал Маркс. Давайте посмотрим, в чем отличие... Есть какое-то коренное отличие, в принципе, буржуа, от тех, которые были при Марксе 170 лет назад? Ну, в чем их отличие? С точки зрения... Ну, в чем их отличие? С точки зрения... Ну, да, в размерах. С точки зрения... Да, в размерах капитала, да. Ну, потому что средства производства развиваются, возможности у человечества производить продукт, необходимый для его жизнедеятельности, возрастают. Поэтому и капитал возрастает. Потому что то, что произведено пролетариатам, присваивается-то буржуазии, а пролетариату отдаётся только та часть, которая необходима ему для выживания, а не для развития и не для процветания. Вот в чем недостаток нынешних... Я уже в ваших тезисах, но и в контр-тезисах, я уже запутался, где первое, где второе... А там первое, второе? Я читал. Что-то у девушки вопрос, давай. А разве не наоборот, буржуазия тех времен имела больше капитала, потому что была меньшая конкуренция и меньше затрат на производстве и на захваты? Нет, я так не думаю, что у них было больше капитала, потому что капитал-то это что? Это как бы присвоенные результаты труда, то есть продукта. Сейчас продукта значительно больше производится, чем в то время, чем 170 лет назад. Значит, и капитал вырос. Нет, и накопление всё это время. А то, что конкуренции тогда было больше, наверное, но между отдельными капиталистами. А сейчас-то это всё в стадии какой? В империалистической, поэтому стадия такая, что олигархи больше здесь сейчас властвуют и действуют. Как бы международный капитал уже виднён. Патерий Татарыч, у меня вопрос по поводу самого Тепска. Вы прочитали, я когда читал тоже обратил внимание, как я понимаю, там главная угроза для капитализма называется кризис перепроизводства. Как я понимаю, сейчас проблема уже не особо актуальна, хотя бы потому, что нужно своим друзьям, которые работают аналитиками в компании. Я сейчас понимаю, что кризис перепроизводства в таком формате, как это описывается, ну, в каком-то мнении, он уже практически не возьмёт. Я тоже добавлю, у нас в училище, в школе что-то и кризис перепроизводства и так далее, это же поддерживаю вопрос. Значит, дело восьмое, кризис перепроизводства не потому, что столько произведений, что оно уже не нужно человечеству. Нет, кризис-то не в этом буржуазии состоит, а кризис-то в том, что нет спроса, потому что у покупателя, у того же массы-проветариата нет возможности. Так вот, о чём я сказал, что сейчас менеджмент этих рисков, он на грубом уровне. Он ещё усилился, ты разве не видишь, насколько кризисы сейчас усиливаются? Кризис перепроизводства? Да, конечно, и средство производства тоже, и здесь в манифесте об этом говорится. То есть, манифест это букварь, вот я бы сказал, что это букварь для тех, букварь для пролетариата, для сознательного пролетариата. Как только рабочий осознаёт своё положение в обществе, он становится социальным, и он понимает, что выйти из этого тупика, в который его загнало капиталистическое общество, он может только борьбой, с помощью борьбы. Классовая борьба, она неизбежна, а чтобы это сделать грамотно, чтобы не подставить ещё раз повторять свою голову, он должен делать это по науке. А по науке это можно сделать. Только как? Так, как советует манифест. То есть, объединить. Дальше мы будем изучать. Марс, Евгений, Саневик, Левая, что должны сделать пролетарии, для того, чтобы добиться справедливого общества. Они говорят, мы пока только с вами рассмотрели, что такое буржуа, капиталистическое общество, и как оно добивается своих целей, как оно эксплуатирует пролетариат. Вот мы пока часть у нас рассмотрели. Как родился буржуа, и что он родил? Что он родил? Что он родил, и как это потом повлечёт? Как ему это боком выйдет, и вы дальше просто продолжаете? Там, кстати, есть такая щиточка-вилка, да. Когда буржуа понимает, или самостоин понимает, что дальше тупик, вот что делает, то он вовлекает от того, что технический прогресс, уменьшит издержки. И это будет настолько, насколько возможно, искусственный интеллект, то, что мы сейчас видим, это как раз... Дело в том, что, конечно, манифест, это краткое изложение, краткое изложение марксизма, то есть науки пролетариата и его коренных интересов. Есть целый ряд других документов. Вот и Капитал, который Александр Мескин уже глав изучили с помощью его, и целый ряд других работ. И Маркса, и Энгельса, и последователей, которые развивали, в том числе, Владимира Ильича Ленина, Иосифа Федоровича Сталина и так далее. Можно и других назвать, наверное, марксистов, которые развивали это учение. Но это обширное учение, которое основывается на глубоких знаниях, на изучении развития человечества. На изучении современных знаний. И современных знаний тоже, естественно. И современных знаний тоже. В том числе, не только общественного развития, но и законов физических, математических и так далее. Все это должно учитываться, конечно. То, как некоторые говорят, что Ленин устарел, потому что там компьютеров не было и смартфонов тоже. Ну, дело в том, что когда говорят, что устарел Маркс, там нужно какого-то другого, там Петр предлагает изучать вместо Маркса. Я не предлагаю. Вот, что устарел Ленин. А предложите, ребята, так. Кто научно может предложить общество, минуя Маркса и минуя Ленина? Что конкретно? Скажите, кто может предложить лучше сделать, чем Маркс или Ленин? Пока. 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 ПРИ. Попец.